По ее результату было видно, что что-то с ней происходит. И мы, руководитель делегации нашей, докладывали, что обстановка непростая здесь, пандемия. Мы каждый день сдаем анализы. У нас, в общем, все непросто. Но все равно тот факт, что она выделялась своим поведением, потому что мы ее знаем, знаем давно. И было что-то немножко странное. То она уединялась, то она не хотела общаться. И, знаете, молодой коллектив, его же не обманешь. К нам уже поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. И при том, что там произошло, связанное с заявкой на вид, это же характерно говорит о том, что обычно спортсмены спокойно на это реагируют. Они выясняют тут же или потом руководство. Потому что здесь все мы рассредоточены по объектам. И у нее вот такое просто было, ну, скажем, поведение странное, что тут же оно вызвало какую-то реакцию. В принципе, мы ее не ожидали. Ну, у нас непростая ситуация в эстафете сложилась. Мы уже говорили об этом, объясняли. И каждый спортсмен потом, когда мы на собрании все это обсуждали, они понимали ситуацию, и никаких вопросов не было. Ну, вот, видела, что что-то здесь не так. И для того, чтобы дальше, наверное, не травмировать человека, сохранить его, мы видели, что все-таки завтра ей бежат 200 метров, и она не готова бежать 200 метров. И это Олимпийские игры, вы сами понимаете. Это старт непростой, старт очень сложный, на виду всего мира, скажем так. И было принято решение, чтобы ее отправить частью делегации, которая сегодня уезжала, отправить домой, и потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. Ну, к сожалению, получилось так, как получилось. Вообще здесь странно, мы даже не ожидали. Но уже, когда сопоставив все эти моменты, мы понимаем, что, наверное, что-то уже было, наверное, что-то ей уже там планировалось, скажем так.